Володя прикладывает, приделает ручку, заслонку русской пищи, потому что ничего тут нету. Что-то находим, отпиливаем. Сейчас пришел Андрей Устинов, все засмотрел, печь со всех сторон. Там Леша себе что-то делать. Ну, совет можем дать, приделок стоит. Я 40 лет с пищами возился, это моя печь стоит. Думаю, придет хотел снова быть, чистить. Убога все вымерено. Тут был такой друженик, очень зловредный мужичонка, Геннадий Петрович, подполковник милиции. Всякие пакости говорил. Я как-то приехал к прокурору района, Риперда, Юрию Николаевичу. А он показывает, целая стопа, говорит, от него жалоба. Говорит, что не проверяете? Да сумасшедший. Что проверять-то? Вот такое дело-то. И он саманный кое-как нанял, тот сам пил все время. И сын такой пошел по стопам от саженной лицей, как будто, и потом так свихнулся. Свихнулся. Еврейская организация познакомилась искать полукровок евреев, чтобы выезжали в Израиль. Ну, стал еретиком все поносить. Ну, а до этого все время уже был здесь и принял крещение. То я не знаю, то ли я верующий, то ли нет. Ну, не знаю, так кончилось ничем. И вот он строил саманный домик. Думал ли он, что этот домик никто к нему не нужен. Ну, саманный. Как попало, сделал он это. Нет, не синее у него. И приехала жена. Он второй раз был женат, первая умерла. Ну, и куда деть-то? Ну, и никто не берет, кому это надо. Ухаживай свой дом. Ну, и кто-то сказал, ты, Игнатьев, подойди, он, может быть, возьмет. Вот, ну, пришла, договорились, и откупили ее, и все. Составили договор, свидетели. Она ушла, Людмила звать. А потом мы стали там молиться, собрания были. Вот я говорю, если бы он увидел это дело, ну, видать, всю жизнь, может, коммунистом был, и увидеть, что тут такое в этом домике, он бы не поверил, как Хрущеву бы сказали, что сын будет с американским гражданцем, Сергей Никитич. Ну, трудно поверить. Или Сталину сказали бы, что дочь Аллилуева примет монашество в католической вере и умрет. Вообще, в каком приюте будет? А что сына Василия будут мурыжить и умрет преждевременно? Ну, не поверил бы. И что Берия такое примет, без всякого суда и следствия расстреляют. Кто бы сказал Гитлеру, что вот тут и закончится твое тысячелетнее царство? В бункере там или в Парагвайе. Ну, разницы нет, а все равно бы умер уже. Умер бы. Ну, не мог он жить же 121 год, если со дня рождения считать. 121 год никто и не живет. Тем более, столько переживаний было. Все. А на Бога надеющиеся, он смотрит вперед. Ну, вот не так, не по-моему. Да только делов-то. И по-моему, по-моему. Для Бога все нужно делать. Для Бога. Вот, что-то Володя вышел посмотреть, что он там. Ага, он на улице. Тебе пилить надо, отпилить я тебе, или отрубить. Зубилом отрубить можешь. Ага, сейчас. Входит оно. Отлично. Ну, а теперь расклепывай с двух сторон. Только надо отрезать. Помочь тебе резать ее, нет? И все у нас как по пути. Алюминиевая проволока, толстая, шестерка. Так вот. Алюминиевая проволока, толстая, шестерка, 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 шест